Нож для выживания – полезная вещь, но звучит как-то громко и пафосно, но ребята попроще. Мне нужен надежный универсальный инструмент для нештатных ситуаций. В жизни бывают непредвиденные случаи, когда может пригодиться такой нож. В видео хочу попробовать новые для меня методы изготовления спусков, нанесение покрытия, термообработку, изготовление ножом. Итак, мне нужно – низкая себестоимость, хорошее качество, малый вес, многофункциональность, универсальность, удобство в работе. Сталь 9ХФ, полотно равной пилы, толщина 2,4 мм. Вечером испытал термодатчик в горне, сделал лоджик стали при температуре примерно 800 градусов. Сразу делал два ножа, для себя и для жены. Начальная обработка одинаковая, но второй нож будет существенно отличаться в конечном итоге от первого. И если вам понравится это видео, это я увижу по лайкам, то сделаю видео и про второй женский нож. Изучив много материала в интернете, собрал воедино все, что мне понравилось в конструкции. Форма ножа Танто показалась самой практичной. Разметил и обрезал заготовку. Спуски решил делать приспособой, которую делал в прошлом видео, но на этот раз не болгаркой. А решил попробовать на штангу закрепить обычный напильник. И так как заготовки были отожжены, напильник шел как по маслу. Купил пару пилок от сабельной пилы длиной 280 мм. С прямым грубым и прямым чистым резом. Сталь У8А. Приступил к изготовлению крепления для полотна. Одновременно оно будет служить кремнем для кресала, в качестве которого будет ферроцеривый стержень. Сделал удобную форму, отверстие для крепления и удобного пата. Просверлил отверстие 4 мм для пропускания шнура и на клинке диаметром в 10 мм. Решил немного облегчить конструкцию. С помощью них удобнее держать нож при распиле. Можно разнообразить методы крепления ножа к чему-либо. Думал будет слабым местом, но забегая вперед, скажу, что сумма ширины клинка в месте отверстия равна ширине в месте рукояти. Из старых пассатижей по-быстрому сделал подобие клещей для горма. Разогрел заготовку примерно до 850 градусов, закалял в масло. Клинок очень уверенно царапает стекло с хрустом, а значит, что 63 единицы в нем точно есть. Такая твердость мне не нужна, слишком большая хрупкость. После отпуска в духовке при температуре 200 градусов около часа твердость должна снизиться до 58-60 единиц. Вес клинка 182 грамма. Неплохо. Решил попробовать оксидировать при помощи преобразователя ржавчины. Там содержится ортофосфорная кислота. Такой ванночки не нашел. Сделал из картона и скотча, но каким-то образом ошибся с размером. Сплющил канализационную трубу феном. Результат мне не понравился. Матовое покрытие не смотрелось. Хотелось глянца. Снова зачистил и обезжирил. Попробовал с жидкостью на основе соленой кислоты диоксида селена и сернокислой меди. Результат оказался выше моих ожиданий. Глянцевый черный хром с некоторыми перламутровыми переливами. Красотища! Приварил к болту М4 небольшой рычаг и винт к креплению пилки. Оксидировал тем же способом. Угол заточки выбрал 40 градусов, чтобы дольше сохранялась заточка. Бумагу режет не очень, но он и для этого сделан. Начал делать начинку ножа. Фероцарьевый стержень 6 мм сделал более плоским. От старого огнива остался магний. Войдет в комплект в качестве надежного труда с температурой сгорания 2200 градусов. Вес огненных принадлежностей минимальный. Отлично. Из проволоки согнул каркас для лески. Набор крючков грузил, муха, игл в скотч и презерватив в качестве компактной емкости. Собрал все как должно быть. Простая намотка паракордом 4 мм для легкого и быстрого доступа. Продолжение следует... Нож понравился. Даже на секунду увидел в нем озеро. Шумящий лес, аромат костра. Ножны должны быть легкими и прочными. Наношив пылу слоями, закрепил бумагу, пищевую пленку, скотч и снова пленку. Покрыл растопленным тарафином от свечи. Оклеил скотчем стол, развел эпоксидку и началось липкое безумие. Перемазался весь. Подсох первый слой. Слои чередовались. Стеклоткань и стекломат. Куплено все в автомагазине. Плотность 300 грамм на квадратный метр. Феном немного подогрел смолу, чтобы она была более текучей. Решил вставить немного пенопласта, чтобы иметь положительную плавучесть ножем. Можно было сделать отсек для чего-нибудь еще, но ничего не пришло тогда в голову. После полимеризации совсем несложно отделяется все от скотча. Грубо обрезал болгаркой, подогрел феном и за счет размягчения парафина отлично все вышло. Обработал более точнее дремелем. Все хорошо входит и задумка, мне кажется, отлично удалась. Превосходная жесткость при малом весе. Думал покрасить, но мы не ищем легких путей. Краска будет царапаться и решил попробовать добавить разные колеры в эпоксидную смолу. Каждый колер всего лишь по 40 рублей. Снимаю я все на дешевую экшн камеру и у нее нет ни фокусировки, ни приближения. Поэтому покажу все на примере обрезка, так лучше видно. Люверсы посчитал ненадежными, да и нет их у меня. Но зато есть латунная трубка. Внешний диаметр трубки 6 мм, внутренний 5 мм. Отрезок трубочки на 3 мм длиннее, чем толщина обрезка. Винтом М4 с головкой под потай развальцевал трубку по очереди с каждой стороны. После этого винтом М5 с плоской головкой шайбой прижал развальцованные края трубки к заготовке. Получилось очень аккуратно и качественно. Мне кажется, что надежнее, чем люверсия. Конечный результат меня вполне устроил. Хорошая функционал и универсальность. Есть все необходимое, что может понадобиться. Небольшой вес ножа и ножен. Неплохая твердость стали и прочность материала ножен. Малая себестоимость изделия, что также немаловажно. Оптимальный размер. Удобно лежит в руке и куча креплений на ножнах. Решил сходить в ближайший лес и нареком. Для небольших испытаний. Пила с прямым чистым резом достаточно хорошо и легко пидет древесину. И мне понравилось больше, чем с прямым грубым резом. Большие зубья слишком сильно цепляются за древесину. Из-за этого приходится применять больше усилий. По скорости распила они практически одинаковы. Меркли. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Набрав дров и хвороста, спустился к реке. На берегу все подготовив, немного наклочив магния, ферроцериваем стержень, прожег костер, а из второго бренышка сделал свечку. Уже темнело и рыбку ловить не стали. Пользоваться ножом мне понравилось. Режущая кромка совершенно не затупилась. Свои функции, для которых был сделан нож, он выполняет. Спасибо, что вы делитесь этим видео с друзьями. Думаю, им тоже понравится. Сказать автору спасибо за видео, это всего лишь нажать на большой палец вверх. Заходите на канал, будет много интересных и полезных проектов. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!